Система МИАС «Безопасный город» оказывает помощь правоохранительным органам уже несколько лет подряд. Укнанные автомобили, аварии, разбойные нападения. Все это фиксируют видеокамеры, расположенные на улицах города. Ежегодно на обслуживание камер должны уходить не один миллион рублей и все из городской казны. Как минимизировать затраты и увеличить значимость видеонаблюдения, разбирались депутаты на городской комиссии. Депутаты рассмотрели просьбу о передаче системы «Безопасный город» в государственную собственность Челябинской области. Ежегодно на обслуживание всех камер уходит около 3,5 миллионов рублей из городской казны. Но в МИАС эти средства никак не возвращаются. Суть всей этой системы в том, что 3 миллиона рублей ежегодно из бюджета мы в нее вкладывали. 9 миллионов рублей эта система приносила, но приносила в форме штрафов, которые уходили в областной бюджет. То есть муниципалитет вкладывал 3, область получала 9 и в результате мотивации не было. Соответственно, систему никто толком не развивал. И с каждым годом она прекратила упадать. Чтобы поддержать систему и даже усилить видеонаблюдение в городе, было принято решение передать систему на баланс в областную казну. То есть в перспективе камеры появятся в каждом дворе и магазине, а содержать их будет область. Сейчас два генерала полиции и МЧС обратились к нам с предложением, что передайте нам эту систему, пока она совсем не рухнула. А мы будем ее обслуживать и будем получать ее штрафы. Мы, естественно, задали вопрос, что будет получать муниципалитет. Муниципалитет получает работающие камеры и радары на всех трассах. Муниципалитет получает оперативную информацию о состоянии преступности дворов, всего остального, потому что они хотят запхнуть все дома, даже торговый центр, всю эту систему. Полиция получает оперативную информацию о автомобилях, которые пришли и вышли из города, обуганной технике и все. То есть, по сути, область берет на себя вот эти 3 миллиона рублей расходов с муниципалитета, но условие такое, что передайте нам систему. На сегодняшний день на 3 миллиона мы ее толком содержать не можем, поэтому перспектива такая, что она будет умирать. Депутаты поддержали предложение о передаче данной системы в ведомства области с учетом дальнейшего развития системы видеонаблюдения в городе.